11 ноября профессиональный праздник отмечают офтальмологи. Это те врачи, кто изучает строение глаза и занимается лечением патологий зрения. Дата установлена для отчествования врачей-окулистов в 2007 году. С ангарскими специалистами пообщалась Вероника Черник. Важность профессии врача-офтальмолога трудно переоценить. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 180 миллионов человек в мире являются инвалидами по зрению. До 25 процентов из них слепые. Статистика ВОЗ также отмечает, что почти 80 процентов случаев можно избежать, если пациенты вовремя получат необходимую терапию у врача. Инна Ганилова профессию офтальмолога выбрала не случайно. Планировала, понравилось во время прохождения цикла офтальмологии в Иркутске, когда училась. Показалось, да, это действительно мое. Ну, из всех специальностей, от ларингологов, других узких или эндокринологов, это нравится больше всего. До 90 процентов информации об окружающем мире человек получает через визуальный канал. На протяжении жизни могут возникать заболевания органов зрения. Чтобы этого избежать, нужно регулярно проходить обследование. Как правило, взрослым раз в год, а детям два. Самое главное – соблюдать простые рекомендации. «Поменьше в гаджетах, компьютерах. Ну, как, что-нибудь, какие-нибудь поливитаминки какие-нибудь пить для глаз, овощи, фрукты, бадики. Ну, и к такому доктору, как Инна Леонидовна Ганилова, к ней всегда приятно приходить, она всегда поможет». Праздник врачей-окулистов существует не только 11 ноября. 8 августа отмечается Международный день офтальмологии, а Всемирный день зрения – во второй четверг октября. Эти три события призваны обратить внимание на состояние глаз и регулярную проверку зрения. Вероника Черник, Алексей Огнев. Местное время.